Здравствуйте! Сегодня на очереди 62-й псалом первых самых бэйт. Первый пасук — «Ламнацех аль едутун мизмор ле Давид» — «Едутун» — название инструмента. Руководитель исполнения на инструменте едутун — псалом, написанный Давидом. Второй пасук — «Ах, эллугим, думия навши, миммену ешуати» — «Лишь на Бога упование души моей, от него спасение мое». «Думия» буквально означает «безмолвие», «молчание», «безмолвие» в переносном смысле слова «упование». Это встречается в таком значении в псалмах. То есть «безмолвствуй» и «безмолвие упавай». И здесь интересно редкий такой случай, но встречающийся иногда в псалмах связь двух существительных в виде смехута, но без окончания смехутного женского рода «тав». Не «думият навши», а «думия навши». Это нам уже встречалось. Такой оборот — это редко и, видимо, из соображений каких-то мелодических. Потому что произносится «думиян навши», «без паузы». Интонационно они связаны, эти два слова. И по комментариям речь идет именно о «уповании души моей», — говорит Давид. Третий пасук. «Агутсу ривишу ати, мезгаби лоэмо траба». Лишь он, крепость моя, плод мой и спасение мое. Укрытие мое, которое с тем, чтобы я не пошепнулся, не упал. Цур, мы знаем, это, значит, скала, утес, скала, отрок скалы и символ крепости. Мезгаб, похожий в этом смысле. Это какое-то высоко расположенное, расположенное на возвышенности укрепление, где можно, значит, спрятаться в таком недоступном для противника месте на возвышении. Значит, ну, в принципе, это оплот, то, что обычно переводится. Мезгаби лоэмо траба. Легимот — это в биняне не фаль, от корня мем ваф тет. Не пошепнусь, не упаду. Ламот — это шататься и падать, свалиться в таком значении. Значит, лоэмо т. Я не, значит, не пошепнусь, не упаду. Раба — имеется в виду гитмотитуд раба. То есть я не упаду большим таким, большим падением, что ли. То есть даже если мне осуждено в слове легимот, есть диапазон значений от пошепнуться, зашататься до упасть. Поэтому здесь сказано, даже если я пошепнусь немножко, то я смогу восстановить равновесие. Лоэмо т. Раба. Раба — это в большой степени. Это женский род прилагательного, который в данном случае используется как наречие. Пропущено существительное женского рода, соответствующее этому глаголу, однокоренное с этим глаголом. То есть, например, лоэмо т. Гитмотитуд раба. То есть не упаду большим таким упаданием, если можно так выразиться. В литературном языке слова женского рода, прилагательного женского рода, в единственном множественном числе, чаще во множественном, используются в качестве наречия. То есть ответ на вопрос «как?» Каким образом? Слово «каше» тяжелый, «кашот» тяжело. Работ во множестве много, как гарбе, чаще во множественном числе работ, но иногда можно встретить и в единственном. Раба. Раба в смысле «много», в значительной степени. Четвертый пасук. Глагол «леготет» связан со словом «гавот». Гавот – это всякого рода неприятности, беды. Это слово встречается в псалмах достаточно часто. Гавот. И от этого корня, как бы, это слово рассматривается как бы происходящим от корня «гейвафтав». Хотя, возможно, это, скорее всего, слово «гаве», «гава» – нечто происходящее, что-то такое бытующее, с отрицательной коннотацией. Но в итоге это рассмотрено слово «гавот», поскольку в других планах, в других, значит, вариантах оно не встречается. Оно было воспринято просто как некое единое целое, без разделения на корень и окончание. Просто «гавот» слово, как будто бы оно образовано от корня «гейвафтав». И от этого корня сделан глагол. Немножко такое искусственное построение. Это крайне редко встречающийся глагол. «леготет» – устраивать бедствие кому-то. Значит, «ад ана, доколе, до каких пор, тегудыту, тегудыту, аль іш». Будете, значит, вы бедствие устраивать людям. Дальше. «Тероцху кульхэм». Обратите внимание на «камац». Если был бы «патах», мы бы читали бы «тероцху». То есть вы будете убивать, убийством заниматься. «Лероцех» в пеле – это усиленное. «Лероцех». Убивать один раз «лероцех» – постоянно заниматься убийством. Сеять смерть. Но здесь «камац», который читается в таком закрытом слоге, перед шва, перед дагешем, в следующей букте, читается как «о». Камацкатан. Значит, «тероцху». Это вариант малораспространённый. Беньяна пуаль. Вместо «тероцху» – «тероцху». В литературном языке вместо «гуфаля» нередко встречается «гофаль», «оу» – близкие такие два гласных, и поэтому они чередуются. А «гуаль» практически очень редко встречается форма с «о», но тоже она зафиксирована. Итак, «тероцху» – вы будете убиваемы, будете умерщвляемы. «Кульхэм» – вы все, «кекирнатуй». То есть, подобно стене склонённой. «Натуй» – наклонённый, склонённый. И то же самое «гадэратхуя». Здесь такой же образ. «Гадэр» – забор, слово женского рода. «Дахуй» – это оттолкнутый, которого оттолкнули. То есть, «кирнатуй», «гадэратхуя» – уже склонённый и уже обречённый на падение, рано или поздно. То есть, ваше падение, говорит Давид, неизбежно. Вы обречены, как стена покосившаяся и как ограда отброшенная. То есть, как бы свёрнутая в сторону и уже, значит, тоже склонённая и ожидающая своего падения. Пятый пасук. Значит, стоит только человеку, кому-либо, чуть-чуть приподняться, тут же вы готовы его отторгнуть, отбросить, сделать отверженным. «Ах, мисеэто» – «ласет» – это глагол «ласет» означает подымать что-то, поднять, понести. Всюду здесь, значит, идея во всех этих глаголах – приподнять. То есть, понести в том смысле, что поднять с земли и понести. Вот эта идея приподнимания, она свойственна этой ячейке «нунсамых». «Нунсамых» или «нунсин», как его вариант. Мы знаем «нес», «легитносес», «подниматься», «возвыситься». «Лэносэ» – это «возвысить», «привознести». То есть, вот это надо иметь в виду. Глагол «ласет» одновременно означает и «приподнять», «поднять». И по контексту мы видим, о чём идёт речь. «Носи» – это «приподнятый», «поднятый», «поднятый на руки». То есть, тот, кого превознесли – это вождь, руководитель, глава, президент в современном употреблении. Значит, «ах, миссеэто» – как только человек начинает его что-то поднимать, он начинает возвышаться. «Миссеэто» – «я отцу лэгадиях». Вы здесь же, значит, сговариваетесь. Глагол «этца» – это «совет» или «замысел», «я отцу». Здесь же, значит, они, не вы, они здесь же, они замыслили отстранить его, не дать ему возможность дальше возвышаться, подниматься по, значит, тому пути, по которому он идёт. Здесь же, значит, в их желании всякого рода, значит, ложь, обман, кривда, ирцу. Здесь же они, значит, захотят казав. Казав – это всякого рода обманы, даже если не завуалированные часто обманы. То есть, что-то сказать и не выполнить, какие-то такие вот неподкрепённые ничем и невыполняемые в дальнейшем обещания. Вот это казав. Шекер – это ложь сознательная, а казав – такая вот подвести кого-то. Отсюда и «ахзава», «леахзев» – вызвать разочарование, «леахзив» – обмануть надежды и так далее. Итак, значит, ирцу хазав, «дефив явареху», «хвалят его речи», то, что он говорит, значит, ему в глазах не хвалят, «дефив его уста», то есть хвалят то, что он говорит, расхваливают его мысли, его мнения и так далее. «Увекирбам», а внутри себя, «якалылусэла» – проклинают его воистину. Сэла такая утвердительная, мы знаем, Междометия. Шестой пасук. «Ах лилогим доминавши, кимим мену тиквати». «Лишь на Бога уповай, душа моя, ибо от Него надежда моя», то есть придет реализация надежды моей, я жду от Него. «Дом», «ладом», «безмолвствовать», «дмама», «безмолвствовать», в смысле «уповать», в данном случае, в этом контексте. Мы об этом уже говорили при разборе второго пасука. «Ах лилогим доминавши, безмолвии уповай, ким мену тиквати». Так что очень может быть, что во втором пасуке «Ах лилогим доминавши» – это не смехут, а обращение. Возможно, значит, и такая трактовка. По комментариям как-то больше ссылается на то, что это смехут, но, может быть, там тоже есть обращение, поскольку здесь же, значит, в шестом пасуке аналогичное построение. Тогда, если в таком варианте, там нужно так почитать. «Ах лилогим доминавши», то есть «обращение к душе моей только на Бога упование», «только к Богу обращено должно быть безмолвное упование». То есть там, возможно, тоже обращение. Здесь это очевидно, это глагол и дальше обращение к душе. А там менее очевидно, так что, возможно, обе трактовки смысл, естественно, одинаков. Седьмой пасук. «Агутсу ривишу ати мизгаби лоэмот». Здесь также повторяется третий пасук, то есть второй перекликается с шестой фразой, с шестым пасуком, а следующий за ним третий, с седьмым. Значит, практически те же самые слова, только там сказано «лоэмот раба», то есть «сильно я не пошатнусь». А здесь вообще не пошатнусь, как бы, можно сказать, что это усиление. «Мизгаби лоэмот». Восьмой пасук. «Алилогим иш-иухвади, цур-узи махси бэлогим». Значит, «На Бога я уповаю, на Бога спасение мое и честь моя, слава моя, цур-узи, значит, оплот мощи моей, укрытие мое в Боге». Девятый пасук. «Битхуво вихоль эт, ам шифху лифанафле вафхэм, элогим махсэла анусэла». Верьте в него, полагайтесь на него, во всякую пору народ, обращение к народу. «Шифху лифанафле вафхэм, изливайте перед ним сердца ваши». «Элогим махсэла анусэла». «Бог укрытие для нас, убежище наше воистину». Десятый пасук. «Ах, эгэвэль бне Адам, казав бне Иш, бэмознаэм лаалот, эмэме гэвэль яхат». Лишь пар, такой невесомый пар, сыны человеческие. Обман, обманка, что-то такое обманчивые, вот так вот, люди, то есть тоже сыны. Ну, Адам и Иш синонимы в данном случае, значит, обманчивые, смертные, скажем так, для разнообразия. «Бэмознаэм лаалот, эмэме гэвэль яхат». Если на весы подняться, то есть, если им суждено подняться на весы, если дойдет дело до проверки, бэмознаэм лаалот, что выяснится тогда? «Гэма мэгэвэль яхат». Выяснилось бы, что они все вместе, в сумме, подобно облаку пара, дымке, которой вовсе нет веса, она зависает в воздухе. То есть, «гэма мэгэвэль яхат». Они все были бы, все вместе, сколько их не есть, были бы, как бы, выяснилось бы, что они, как бы, из дымки, дыма изготовлены какого-то, сделаны из дыма, мэгэвэль яхат. И вес они имеют. Одиннадцатый пасок. «Аль тифтыху ве-ошеку ве-газэль. Аль тэхбалу хайль. Ах тэхбалу хайль киянуф. Аль тэши тулэф». Не полагайтесь, не чувствуйте уверенность в обирании и грабеже. Сейчас будем разбирать это по частям. «Ошек». «Ошек» – это глагол «лаошок». «Лаошок» – это прижимать кого-то, использовать трудности другого в своих интересах для наживы. То есть выжимание такой осоков, как бы, на законном основании. Это близко к слову эксплуатация, фактически. В современном языке оно используется в таком значении тоже. Значит, вот всякого рода эксплуатация чужих трудностей. Не полагайтесь на это. А «газэль» – это, собственно, открытый грабеж. Значит, «ошек» завуалированный такой, на законном, как бы, основании. А это открытый. Глагол «лахболь» образован от существительного «гевель». «Гевель» – это пар, дымка. «Лахболь» имеет значение, значит, предаваться иллюзиям, скажем так. Строить вот такие вот облака, облачные замки, если можно так выразиться, из облаков. «Гевель» – это, значит, пар, облачко такое вот, и одновременно синоним суетного чего-то, эфемерного. Итак, «Аль тегбалу хаэль киянуф» – «Ланув» – это взойти, дать всходы. «Тнува» – мы знаем, это урожай. «Ланув» – дать всходы. «Аль тегбалу хаэль киянуф» – то есть не предавайтесь иллюзиям, иллюзорным расчетам на силу, которая разрастет из посеянных вами усилий, как бы. Значит, вы сделали что-то, сделали какие-то усилия, расчеты ваши собственные, и вы полагаетесь, надеетесь на то, что из этого вырастет ваша сила какая-то, возможности ваши. Значит, «Аль тегбалу хаэль киянуф» – не предавайтесь таким расчетам. «Аль ташиту лев» – то есть не направляйте на это своих помыслов, буквально не кладите сердца на это. «Ласим лев», «Ласит лев» – обращать внимание, направлять помыслы. Двенадцатый пасук. «Ахадди бэр-элогим, штаем зу шаману, штаем зу шамате, ки ос лэлогим». «Адну» – сказал Бог, «две» – «я слышал». «Ибо мощь принадлежит Богу». Мощь в руках Бога. Сейчас разберем подробнее. Значит, известный комментарий. «Ахадди бэр-элогим, штаем зу шамате». Речь идет о первой и второй заповедях. При первой и второй заповеди были сказаны вместе, были услышаны из уст Всевышнего. И как бы вместе они, ну там мистическое, конечно, состояние, они как бы вместе прозвучали и были услышаны всеми непосредственно из уст Всевышнего. Значит, первая заповедь известна, что Всевышний – Бог, а вторая, что других божеств, источников сил, перед Его лицом быть не должно. Первые две заповеди из десяти. И как бы они, как бы положительная, утвердительная, отрицательная заповедь, то есть положительная заповедь, что Всевышний – Бог, и вторая, значит, ограда, чтобы никаких других богов перед Его лицом не было, они как бы составляют единое целое смысловое. Поэтому как бы они и прозвучали нераздельно, и так и были услышаны. И так получается, что в данном случае, в контексте этого псалма, подчеркивается, что других источников сил, кроме идущих от Всевышнего, быть не должно. Их, собственно говоря, и нет, и иллюзий на этот счет строить не следует. То есть в этом смысле это развитие идеи предыдущего пасука. Значит, Ахадди Берлаким Штайм Зу Шамати. Зу – это соединительный союз, это более древняя форма союза Ше Ашер, который, что? Она изредка встречается в Танахе. Итак, Штайм Зу Шамати – это две, которые я слышал. То есть одно, один раз, как бы одну, в виде одного изречения, или один раз – Па Ам Ахад, или, значит, там, что-то, слово женского рода – Па Ахад. Ахад – сказано одно, а две я при этом слышал. Две, которые я слышал буквально. Штайм Зу Шамати. И общий вывод из этого – Кеос Лай Локим. То есть только у Бога источник силы. Только от него мы можем. Получаем силу и должны это понимать и на него уповать. И, кроме того, слово, значит, Локим означает силу, гвора, мера, суда. То есть намек на строгую ответственность при этом. И тринадцатый посук. Здесь употребляется имя Адуной, которое соответствует мере милосердия. И у тебя же, как бы можно сказать, Всевышний, Господь, милость, щедрость, милость хэсэд. Ибо ты воздаешь каждому по делам его. В соответствии с делами его. То есть, в предыдущем посуке намек на строгий суд, на учет всяких отклонений, за которые человек несет ответственность. Кеос Лай Локим. А здесь, с другой стороны, и милосердие, и желание одарять у Всевышнего. То есть, две как бы ипостаси, но это один и тот же Бог. Ибо ты воздаешь каждому по делам его. То есть, ты и взыскуешь, и одаряешь. И поэтому, значит, вот ты и есть единственный источник помощи, на который нужно полагаться. То есть, как бы, вот эта идея Ахат Дибер Локим Штайм Зушамати, она в этих двух посуках, в предыдущем посуке об этом говорится, окончание Кеос Лай Локим и тринадцатый посуг, они, значит, эту идею развивают. Еще интересный дополнительный комментарий на слова Кеататэ Шалэм Лишки Маасэгу. Комментарий такой, что, поскольку, значит, в том, что Всевышний воздает человеку по его делам, то есть платит мера за меру, медакинэгит меда, в этом есть и проявление хэсэда. То есть, благодаря этому Всевышний дает возможность человеку внимательно рассмотрев свои дела и завершение их, чем это все заканчивается, сделать вывод какой-то. Сделать вывод, в этом есть как бы и намек человеку, указание на его дела, оценка его дел и возможность исправлять то, что следует исправить и укреплять, наоборот, то, что похвально и получает одобрение свыше. Так что в этом есть и мера милосердия. Если этого бы не было, если непонятно, нельзя было бы соотнести дела с поступки воздаяния за них, то все было бы темно и как бы не было этого возможности чему-то научиться. То есть дополнительный хэсэд, который касается в данном случае не только каких-то одобрений и даров, но и наказаний. В данном случае и в том, и в том, в любом случае, есть хэсэд, связанный с возможностью научиться чему-то, значит, извлечь уроки и внутренне обогатиться. На этом мы заканчиваем разбор 62-го псалма.